Доктор Сон Читает Алексей Багдасаров Когда я играл, пусть и на достаточно примитивном уровне, на ритм-гитаре в группе под названием «Рок-боттом Римейндерс», Уоррен Зиван часто работал с нами. Уоррен любил серые футболки и фильмы вроде «Королевства пауков». Он настаивал, чтобы именно я солировал в его хите «Лондонские оборотни», которым мы всегда завершали наше шоу. Я отнекивался, говорил, что мне это не потянуть, но он упорствовал. «Потянешь», — говорил мне Уоррен, — «держись с самых простых аккордов и завывай поискреннее. Но самое главное — играй как Кит». Мне никогда было не научиться играть как Кит Ричардс, но я старался. А если рядом был Уоррен, подпевавший мне нота в ноту и смеявшийся до потери пульса, я неожиданно чувствовал вдохновение. «Уоррен, это твой для тебя, где бы ты сейчас ни был, не очень не хватает тебя, дружище». «Мы достигли критической точки, полумеры ни к чему не привели» Из большой книги общества «Анонимные алкоголики». «Если мы хотели остаться в живых, нам необходимо было избавиться от гнева». «Эта сомнительная роскошь доступна только нормальным мужчинам и женщинам». Из большой книги общества «Анонимные алкоголики». Предварительные вопросы. «Если страшно, клади на все и сматывайся» — старая поговорка анонимных алкоголиков. Сейф Во второй день декабря того года, когда в Белом доме заправлял арахисовый фермер из штата Джорджия, один из лучших курортных отелей в штате Колорадо сгорел дотла. Аверлук не подлежал восстановлению. После расследования главный пожарный инспектор округа Хикарилья пришел к выводу, что причиной несчастья послужила неисправность отопительного котла. Когда произошла катастрофа, отель был закрыт на зиму, и на месте происшествия находились только четыре человека. Трое выжили. Зимний смотритель отеля Джек Торренс погиб во время безуспешной, хотя, безусловно, героической, попытки сбросить в котле давление, которое достигло чрезмерной величины по причине дефекта в предохранительном клапане. В живых остались жена смотрителя и их малолетний сын. Третьим свидетелем оказался шеф-повар Аверлука Ричард Холлоран, который временно оставил свою сезонную работу в штате Флорида и вернулся, чтобы проведать Торренсов, поскольку, по его собственным словам, имел веские основания подозревать, что у семьи возникли проблемы. Оба выживших взрослых при взрыве были серьезно травмированы, ребенок не пострадал. По крайней мере, физически. У Энди Торренс и ее сын получили денежную компенсацию от корпорации, которой принадлежал Аверлук. Не бог весь какую, но достаточную, чтобы продержаться три года, пока травма позвоночника не позволяла у Энди работать. Адвокат, с которым она консультировалась, уверял, что при желании это дело можно было раздуть, поставить жесткие условия и, вероятно, получить значительно более солидную сумму. Но она, как и сама корпорация, больше всего хотела как можно скорее забыть о страшных событиях той зимы в Колорадо. «Она поправится», — заявила Уэнди, — и так и произошло, хотя боли в спине продолжали мучить ее до самой смерти. Изувеченные позвонки и сломанные ребра срастаются, но продолжают напоминать о себе. Уинни, Фред и Дэниел Торренс некоторое время жили на Среднем Юге, а потом перебрались в Тампу. Иногда Дик Холлоран, тот самый, у которого ни с того ни с сего возникли веские основания для подозрений, приезжал навестить их из Куэста. Главным образом он стремился повидаться с Дэнни, между ними установилась некая прочная связь. Однажды рано утром в марте 1981 года Уэнди сама позвонила Дику и попросила срочно приехать. Субтитры создавал DimaTorzok